Внимание, прямую трансляцию баскетбольного матча Суперлиги России. Баскетбольный клуб Самара СГЭУ против Спартака Приморья, город Владивосток, Приморский край. И у микрофона два Андрея. Андрей Миронов и рядом с одной Андрей Пёдоров, руководитель медиагруппы баскетбольного клуба Самара СГЭУ. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, сегодня у нас соперник, который, если мы смотрим на стартный состав, это может вселять какую-то даже, наверное, улучшающую ситуацию. Потому что в списке по званиям три заслуженных мастера спорта. Пётр Саморенко, капитан команды Спартак Приморья. А, два их, два их. Это и Никита Макунов. У команды Спартак Приморья мощная, серьезная сила. Вот вы видите на экранах ребят, которые приехали к нам в гости. Это как раз Никита Макунов. Да, Никита Макунов и очень возрастной товарищ. Насколько опасен наш сегодняшний соперник, учитывая, что состав баскетбольного клуба Самара СГЭУ, молод, средний возраст игроков 23 года. И как побеждать столь... Такой состав, в котором есть столь именитые игроки, как Макунов и Саморенко? Ну, Андрей, я тебя мирку не открою. Играют имена, играют реальные люди. И то, что есть чемпион Европы в составе Спартака Приморья, это Петр Соборенко. Это, конечно, украшение сегодняшнего матча. Для многих зрителей, я думаю, плюс в этом, что увидят такого прекрасного баскетболиста сегодня на площадке. Ну, и, соответственно, Никита Макунов тоже из этой же какой-то великолепных игроков. И хотел сказать, в прошлом. Да нет, не в прошлом, в настоящем тоже. Матч, конечно, будет тяжелым, поскольку играют два фаворита. Здесь предсказать что-либо сложно. Два фаворита сезона российской суперлиги. С победой начали выступать Самар, когда выиграли Иркут. Приморья проиграла. Проиграла резервная сборная Россия. В трех овертаймах матч складывался. И одну очку в итоге выиграла сборная. Поэтому Приморья, конечно, в состоянии разозленном. В этом никаких сомнений нет. Раззадоренном. Команда сильная. С амбициями. С амбициями попадания в четверку. Лучше как минимум. Да, будет тяжело. Как-то выбирать. Выходите играть. Ну, насколько я понимаю, команда в прошлом сезоне заняла третье место в суперлиге. И, естественно, конечно, команда серьезная. Здесь мы, может быть, конечно, так немножко можем пошутить, что вместе с заслуженными мастерами спорта есть и в соцаре команды шесть перворазрядников. Да, это так. Вектор развития клуба «Спартак Приморья» несколько изменился в последнее время. Мы привыкли к тому, что помимо известных российских игроков за команду из Приморья и Владивостока выступают легионеры, американцы. Вот в этом сезоне на данный момент уже никого из американцев в составе нет. Много молодых ребят, и это во многом совпадает с той политикой, которую проводит после «Голубки» Самара. Итак, соперников давайте представим. Сейчас будет уже объявление тех, кто сегодня будет бороться за победу в этом матче. И я думаю, что мы сейчас увидим тех ребят, которые идут на паркет. Что можно сказать про состав нашей команды «Самара»? Насколько сложным выдался первый поединок? Нет ли каких-то проблем со здоровьем, травмированных? Все ли готовы к сегодняшнему матчу? В профессиональной баскетбольной команде всегда у кого-то есть проблемы со здоровьем, поскольку баскетбол – это контакты, это неизбежное получение каких-либо травм. Такие повреждения небольшие. Есть у ряда баскетболистов, но тем не менее состав полноценный. Все, кто может играть и должен играть, все здесь. А по поводу победного матча с «Иркутом», наверное, у кого-то даже ощущение сложилось, что его проиграли в «Самарде», поскольку очень критических своим игрокам после матча в комментариях, в частности Сергей Зазурин, да и сами игроки особой радости не испытывали. Но поскольку тяжело, с вас была эта игра, победа была добыта не без труда, прямо скажу. Вот, тем не менее, это хорошо, когда такая победа трудная, это позволяет не расслабляться и с полной концентрацией подойти к следующему матчу в сегодняшней игре. Мы посмотрим, действительно была очень сложная игра, наша команда не набрала огромного количества очков, как некоторые другие соперники. Мы выиграли всего лишь 75-62, я говорю так, аккуратно, осторожно, всего лишь, потому что все-таки по итогам первых матчей среди нашего состава нет ни одного игрока в лидерах по тому или иному амбуа. То есть по подборам, по очкам у нас пока нет рекордсменов в Суперлиге. Но наша команда слаженная, старательная, показала, что в матче с Иргутом, если есть проблемы, мы их можем решить, не откладывая назад, мы можем решить по ходу поединка. Сегодня, как бороться против соперников? Стоит ли стараться выводить соперника сразу от лидеров команды на полы, чтобы они отсиживались и следили за всем этим со скамейки запасных? Есть ли какой-то козырь у Зазулина перед соперником, которого тренирует Эдуард Санклер? Я думаю, тут не в козыре дело, козырей много у каждой из команд, а вот самое главное избежать повторения ошибки матча с Иргутом, когда вышли на игру слишком запрепощенными, слишком нервничными. Это признали, потом подтвердили вот эту теорию сами игроки. Руки треслись практически, коленки треслись. В связи с тем, в частности, что этот матч был показан здесь на канале Губегни, не привыкли еще к такому вниманию ребята, но привыкают, привыкают. Я думаю, сегодня вторая игра уже не будет такой нервной для них. Ну что же, посмотрим, конечно же, все это уже начинает вырастать в полноценный регулярный чемпионат, поэтому нервничать по поводу каждой игры действительно не стоит. Все свои здесь, все свои у телеэкранов, все знают, на что способна наша команда, все знают, что соперники тоже, конечно, непростые и переживания закончены. Теперь работа, работа и работа. Ну, наверное, еще нужно отметить про соперников Суперлиги, что можно сказать про конкурентов. На кого надо ориентироваться, кто впереди у нас еще может быть в гостях, какие конкурирующие команды на старте сезона показали самую яркую игру, потому что в лидерах сейчас значится, но об этом чуть позже. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы сейчас Еще одну паузу, наверное, возьмем. Сейчас в матче будет минута молчания, в связи с тем, что сегодня мог бы быть день рождения у замечательного человека Владимира Михайловича Килина. Вы все, наверное, знаете, о ком я говорю. Пусть сегодня исполнилось бы 65 лет. Сейчас и баскетболисты, и зрители, и мы с вами почти минуты молчания в память Владимира Михайловича. И вот что, Андрей, все-таки Timhara. Спасибо. Давайте сначала уже непосредственно к игре. Давайте посмотрим составы, давайте оценивать, кто у нас сегодня в соперниках. И представляем команду «Спартак Приморье». Пятый номер – Ганит Нихитенко, седьмой – Пан Кетманов, девятый – Петр Самоленко, тринадцатый – Дмитрий Кузинский, двадцать второй – Александр Лавников, двадцать седьмой – Даниил Аксенов, двадцать девятый – Никита Маргумов, тридцать второй – Андрей Зверков, сорок первый – Даниил Соловьев, шестьдесят первый – Алексей Нестеров, шестьдесят третий – Алексей Горяков и восемьдесят третий номер – Юрий Нютюк. На ваш экранах главный тренер команды «Спартак Приморье» – Эдуард Сандлер, ему помогает Эдуард Раус и Максим Учайкин. Любопытно, что Эдуард Сандлер является президентом клуба «Спартак Приморье». А четверт состав команды «Самара СГЭО», как раз в это время играет новый гимн нашей команды. Третий номер – Сергей Расказов, одиннадцатый – Алексей Щепкин, двенадцатый – Владимир Печкуров, пятнадцатый – Алексей Курцевич, семнадцатый – Александр Книзюк, девятнадцатый – Евгений Кусакин, двадцатый – Алексей Чиликин, двадцать четвертый – Александр Голехов, тридцать первый – Александр Варнаков, тридцать третий – Алексей Назаров, сорок седьмой – Капитан команды Андрей Кердячкин, 51-й Игорь Самсонов, главный тренер, саморазвел Сергей Зазурин. Вот он обнимает нашего капитана Андрея Кердячкина. Ну, услышаны наши внимательные болельщики и телезрители. Две фамилии одинаковые, и давай о них и говорим, кто из них кто, братья, и какие у них кто главнее. Вот кто главнее, эти ребята начали выяснять, ну, помимо того, что происходил за предел на баскетбольной площадке в детстве, и вот на баскетбольной площадке начали выяснять в прошлом сезоне. Самара Сдео и Спартак Приморья встречались, и в Владивостоке Приморья в прошлом сезоне выиграла 23 очка, соответственно, победил старший Галехов Алексей. Играет за Спартак Приморья. Да, но потом был ответный матч в Самаре, и победил уже Александр с той разницей, как раз 23 очка, ровно с такой вероятностью Самара выиграла. Стартовая пятерка сейчас игроков нашей команды. На паркет выходит наш капитан Андрей Кирдячкин, вместе с ним Владимир Пичкуров, также Алексей Назаров, вижу на паркете и Александра Варнакова, и также вместе с ними Алексей Курцев. Соперником Петр Самоленко, Дмитрий Музин, Даниил Соловьев, Алексей Местеров, Алексей Галюков. Вот Петр Самоленко, командант команды, тоже начинает игру с первых секунд. Петру Самоленко уже много лет, 37, игрок опытный, естественно, сейчас должен повести свою команду вперед. Смотрите, за номером 9, красная форма, Спартак Приморья, классические для Спартака световые оттенки. Ну и, конечно же, наша команда должна сейчас тоже не побояться никаких звездных именов и соперникам, а играть так, как играла лучшие моменты предыдущего матча. Ну а о лидерах, давай, скажем, насколько у нас Московская, Динамо, Новосибирск, другие команды выстрелили на старте этого сезона? Один комментарий только к составу, один Галюков, опять же, на площадке, один сейчас. Самарский пока не вышел. Будем следить за этой темой внимательно, она, наверное, будет достаточно увлекательна сегодня. Ну а пока, да, в турнирной таблице Суперлиги на первом месте Новосибирск и Динамо Московская, а также Парма из первого с утра. Вот по две победы у этих команд. Ну, по поводу Новосибирска сомнений никаких нет, это один из фаворитов чемпионата. А Динамо, там команда более молодая, не знаю, насколько она сможет бороться именно за первое место, но то, что в числе лидеров будет, несомненно. Парма по опыту прошлых лет была гораздо скромнее, но смогла удачно стартовать. Ну и плюс Рязани, Урал и также Университет Югра и Сургут. Вот это список фаворитов, список прямых конкурентов тех команд, которые мы видим сейчас на паркете. Счет 3-2. Наша команда первая забросила мяч в корзину. Это сделал у нашей команды Владимир Пичкуров. Он сделал это трехочковое попадание. Соперник ответил броском со средней дистанции. Забил Данила Соловьев. Ну а затем вот наша атака провалилась, а соперники заработали возможность для продолжения атаки. И будет фолл записан на счет Алексея Назарова. Не получилось защищаться в этом матче без нарушения правил. И первый фолл общекомандный был записан в команде Самарас Гэл. Любопытно посмотреть на спорта Приморья, как команда изменилась вот именно в отсутствии гонеров, как будут выглядеть российские игроки, которые теперь составляют абсолютное большинство в составе гостей. Очень интересный был эпизод. Пытался удержать мяч в площадке Пичкуров. Пытался сделать так, чтобы мяч этот он достал, поскольку мяч от него улетал. Но надо было, чтобы мяч коснулся соперника. Но не в попытную комбинацию мы видели в исполнении Приморья. Такой наброс, вброс мяча из-за линии буквально к концу. Такой олиут. Очень размашистый получился. Не слишком ли рано начали как-то играть на красоту баскетбола, какие-то штучки зонберей? Мне нравится, что Эдуард Сандер, молодой тренер, молодой российский тренер, молодой российский президент клуба, тут, наверное, это от него идут такие инициативы. Сергей Сандж за такое, наверное, мог бы и пожурить. Ну, а у нас сейчас был дальний бросок. Не удалось трехочковый заработать победный бросок. Но Кирзячкин набрал два очка. 5-2, мы впереди. Сапартак Приморья начинает атаку. Наверное, тема адаптации команды, которая прилетела издалека и борется с часовыми поясами, наверное, сегодня не так в том. Вот 63-й номер гостей. Ну, вы понимаете, что это, конечно же, Галифов. Алексей Галифов, 63-й РГО, 63-й номер. Вот он отличился из Угуди сейчас. Вот тема адаптации Владивостокской команды к тем условиям, которые есть в Самарине, не очень актуально, поскольку предыдущий тур провели в Москве игроки Спартака в Приморье и не возвращались. Добрый, после него играли они синхронно с Самарой в первом туре. 13 октября, это было вечером. Еще немножко сдержались в Москве и прилетели сюда. Так что, наверное, адаптация, акклиматизация уже позади. Но, с другой стороны, они давно не были дома. Это тоже как-то расстраивает. Ну, кроме Галифова. Галифов-то, наверное, приехал здесь, пообщался с семьей. Но сейчас у него не получается яркий и интересный. У фитбола есть шерковаться, которые преодолевать не удается. Нужно делать замены. Второй Галифов на площадке. Да, и поэтому Пичкуров был заменен после пола, который он получил в атаке. И при счете 5-5 и двух командных замечаниях у Самары с Гэл. И вот два брата были в мгновение рядом, оказались. Кердячкин сделал подбор. Хорошая передача, но не получилось сразу бросать. Через руку соперника мяч уходил от нашего игрока. Там блокшот Данил Соловьев исполнил вместо Алексея Курцева. Опять мы увидели очень такие красивые какие-то моменты. И за спиной такая передача была. Сейчас мы видели, как накрыли бросок нашего парня. А это автор очень красивой передачи, которая улетела далеко на трибуны. Петр Самойенко. 5-5. Пока не очень резво начали команды, по одному трехочковому броску они сделали. И по одному броску со средней дистанции. Вот и холд у Спартаковцев. Когда Андрей Кердячка начинает движение к концу, он так взрывная у него ставка эскорта. Сейчас вот вы смогли это видеть. Очень тяжело его остановить и часто на нем полят. Один из лучших показателей в лиге по таким моментам у Андрея. Не дает спокойно развернуться, да? Александр Галеков тоже отличился. Мы теперь очки набрали в оба брата Казеликова в сегодняшнем матче. 7-5 впереди Самарцы. Ну, мы не будем обманить стороной эту тему. Давайте еще раз напомним вам, уважаемые любители баскетбола, что все-таки, несмотря на то, что болельщиков на трибунах не так много, вход на домашние матчи нашей команды бесплатный. Он бесплатный и для тех, кто приходит в МТЛ-арену, но и для тех, кто смотрит на канале Губерния, вход на баскетбол, это уже абсолютно бесплатный. Естественно, поэтому, конечно, старайтесь, если есть возможность, лично поприсутствовать. Очень интересный матч. И могу сказать, что, может быть, кто-то еще подтянется, потому что все-таки, ну, так получается территориально, что МТЛ-арена у нас находится в эпицентре. Проба, из какой страны не двигайся, времени после окончания рабочего дня, если он заканчивается, скончивается. А если в 6, тем более, в 7 очень сложно добраться. Это я могу на собственном опыте сказать. Ну, а сейчас наш командор заработал еще один фол, третий фол, и этот фол был как раз у Александра Галикова. Для Александра это первый фол, персональный. Накрыл бросок Алексей Курцевич. Это достойный ответ Данилу Славьеву. Ага, нет, нет, это, конечно, нет. Данилу сбросал Алексей Нейстеров. 7-5 остается, хотя сыграно больше четырех минут. Ну, с чем вот связано такое, что обе команды не могут воспользоваться ошибками друг друга, и какие-то отрывы пока невозможны? Наверное, с тем, чтобы сканально разобрали друг друга соперники, хорошо знают возможности каждого игрока, и командное взаимодействие. Было время, чтобы подготовиться к этому поединку и у Самары, и у Удивостока. Вот, наверное, с этим. Ну, и отместность, конечно, все-таки, если Приморья начнет сезон двух поражений, это греха таить этот провал. Необязательно, Никол сейчас на Галихове из спартаковской дружины. Мы допустили, прорывался, он под кольцом, и спалил брат. Брат на брате. Вот мы видим этот момент. Подталкивал в спину, да, но вот убрал бы руку, а стеснялся это сделать. Думал, что если уж таким образом упускать соперника, то, значит, уж точно забьет. Хотелся проконтролировать его и, к сожалению, в Таршуфов. Семь лет разница между братьями и Галиховами. Старший играет в Приморье. Ну, вот если говорить про Самоленко, который мы сейчас заменили, вот ему 37 лет, а Никита Маргунов ему, ну, почти 40, так хочется сказать, хотя на самом деле он 39, 40 ему будет в следующем году, но это уже действительно ветеран российского баскетбола, ну и на площадке он будет под номером 29. Несмотря на ветеранский статус, Никита много времени проводит на площадке, ну, в среднем, если так брать, и по прошлому сезону. Ну и вот в первом туре тоже достаточно много сыграло. 11-8, пытаемся убежать немножечко вперед. Соперник, конечно, нас не будет отпускать. У нас и 4, было 4 общекомандных замечаний. Сейчас 5-й фол, и очень быстро мы набрали эти 5 фолов. Первый четвертем. В предыдущем патче сошли, у нас такого не было. Мы старались действовать в воде. Сейчас у нас заменен в нашей команде Александр Варнаков. Ну, а фол получил Алексей Курцевич. Реализует штрафные Дмитрий Узинский. Пока сейчас основная забивная сила у соперников, это Алексей Делихов, набравший 6 очков. У нас пока ребят набирают ровно очки. Выделить кого-то одного, наверное, нельзя. Хороший выбор боскетболистов на позиции разыгрывающего есть у Сергея Зазулина. Если Варнаков отправился отдыхать, то Алексей Щепкин, новичок команды, вполне может его заменить. Хотя тут, наверное, сложно сказать, кто из них больше времени игрового получает. Как только основной разыгрывающий, наверное, эта тема очень радует Сергея Зазулина, поскольку здорово играет и только другой. Сергей Александрович Зазулин взял тайм-ау. Не хочет он умириться с тем, что у нашей команды не получаются атаки. В простых случаях завершить броском много потерь. Ну и вот сейчас, естественно, несмотря на то, что счет в вашу пользу, а то очко, Сергей Александрович дает очень суровые наставления игрокам, для того, чтобы они пришли к себя. И то, что говорилось на тренировках перед этим матчем, было выполнено уже в первой четверти. При этом у нас пять общекомандных замечаний. Любой пол – это штрафные. И у соперников одно общекомандное замечание. Вообще один пол, который получил Местеров. 4 минуты 30 секунд до конца первой четверти. Расставляет игроков Эдуард Раунд, помощник Эдуарда Санклера. Все готово к нам, чтобы продолжить игру. И мы будем стараться сейчас немножко так прессинговать все-таки. Да, высокий прессинг. Пичкуров, Курцевич и Щепкин продемонстрировали. Пичкуров, Алексей Галехов здесь прессингуют на видении. На самом деле, наверное, это не является какой-то серьезной проблемой, потому что ребята все равно проходят на нашу половину паркета, и при этом еще вынуждены, мы обороняясь в очень сложной ситуации, выбрасывать мяч. Но остается времени на атаку меньше у соперников. Хорошо, перекрыли возможность для передачи. А вот дальше, дальше поактивнее, повнимательнее и поактивнее уходить надо в атаку. Пичкуров, порыв не получился, еще одна попытка, бросок. А подбор, подбор хороший. И тут же, чтобы не было каких-то сомнений и борьбы за этот мяч передачи. На Щепкина, и на нем фалит Андрей Зверков. Когда начинают индивидуально свой класс показывать такие игроки, как Володя Пичкуров, Андрей Керзящко, сразу проблема у соперника возникает. Я думаю, Зазулин, поэтому и повышал голос на них в том числе, чтобы не стеснялись брать игру на себя. То есть было больше игры команды, взаимодействия было больше, больше передач, и из-за этого много потерь. Поэтому он попросил, давайте брать игру на себя, да? Ну вот как раз и Пичкуров бросает издалека. Пошел подбор, что там. Все-таки показывают, суди мяч ушел от нашего игрока. Алексей Чиликин сейчас появится на площадке. Думаю, что Курцевича заменит. Да, два больших. Ну вообще, мне кажется, Андрей, очень активно использует ротацию состава Сергей Зазулин. Вот его все время попытка давать возможность игрокам отдыхать, вводить новых, свежих, вернее, не новых, а свежих игроков. Это и в матче с Искутом, мне кажется, принесло определенный такой плюс, потому что индивидуально бороться против игрока, который в тот раз заменился, появился новый на его позиции, это, наверное, трудно для соперников. Конечно, тем более игрок свежий выходит и мотивированный. На скамейке никто не сидит просто так, все внимательно следят за игрой, подмечают нюансы. Того, как играет соперник, отдельные игроки. Поэтому, да, выходят ребята с горящими глазами. Очень хорошая борьба у нас сейчас завязана на подборе мяча, на своем щите, на чужом. Прорыв с нарушением правил. Андрей Кирдячкин, вот как раз. Соловьев, лучше фолк, лучше фолк. Да, прорывался Кирдячкин, да. Видите вы на своих экранах, вот то, о чем мы говорим. Нужно лидерам нашей команды брать мяч в руки, им часто под концу. Ну, тогда соперник вынужден палить. Ну, это я, конечно, очень примитивно рассказываю, но общий смысл такой. Ну, это посчитали как грубый фолк. Совершенно верно. Грубый фолк. Жалко, что не реализовал этот бросок Кирдячкин. Ну, и надо отметить, что меньше, чем за минуту соперники набрали два фола. И у нас есть возможность их тоже немножко так пощекотать в концовке первой четверти и заставить тоже смотреть на общее количество фолов у всей команды. Кирдячкин набрал только один точный бросок в этой серии штрафов. С мячом остается Самара, будет возможность помолвить топилку. 12-10, 3 минуты остается до конца первой четверти. Это Щепкин может, да, и топает Сергей Зазурин, призывая отыгрывать соперника, и Алексей Щепкин все правильно сделал. Дотолкал он мяч в корзину, мяч там попрыгал в подушке кольца, получилось 14-10. Сегодня такой отрыв уже был, но не очень долго. Вот хороший вроде бы блокшот, но мяч попал в руку, и два штрафных броска будут исполнять спартаковцы. Один из них. Ну и будет бросать Никита Моргунов. Сегодня он пока еще очков не набирал, вот со штрафных у него есть возможность это сделать. Кстати, Андрей, ну вот мы видим, да, есть в команде у наших соперников Самойленко, есть Моргунов. Почему бы и в Самаре не приобретать и не ставить таких ветеранов, дядек в команду? Есть вообще такая, и нужно ли это делать? И может быть какие-то были в межсезонье перспективы взять, именно для того, чтобы вот молодежь, 23-летняя смотрела на этого опытового ветерана. Правильно, я полностью согласен с тобой, Андрей. Такая политика может проводиться, и она часто бывает полезной. В частности, вы, наверное, знаете о том, что Сергей Топасев замечательный игрок, который вырос в Самаре. Он не родился в Самаре, но здесь оставил огромный след. Своей баскетбольник еще в начале 2000-х годов здесь играл. Да, вот он тоже выступал в прошлом сезоне за Самару, и очень многому научил этих ребят. Сейчас, я думаю, что такие игроки, как Андрей Кирдячкин, достаточно опытный тоже парень. Ну, в меньшей степени Володя Спичкуров, поскольку он достаточно молод. Но, тем не менее, ему же есть чем поделиться с более молодым поколением. Вот Алексей Щепкин пришел тоже, почему нет? Почему нет? Человек удивительной баскетбольной судьбы, так, между прочим. Сейчас очень обидный был момент в обороне. Дважды проиграли свой щит наши ребята, и при этом пол не засчитан. Пол, нет, пол засчитан. Очки не засчитаны, и при этом надо, конечно, посмотреть, что там еще. Моргунов пытается апеллировать кому-то из наших игроков, и немножко так даже ругаться на встречных курсах, пытаясь завести Пичкурова. Но, я думаю, что, наверное, опыт должен все-таки сделать свое дело, и заводить соперника не стоит. Это я именно про Никиту Моргунова. Ну, так, если вернулся к этому эпизоду, в пользу атаки рассудили, хотя там можно было по-разному трактовать этот эпизод. Голихов там мог все-таки использовать. Сравняли счет «Спартаковцы» 14-14. Пока не брал тайм-аутов Эдуард Сандлер. И Кирзячкин ушел с площадки. Есть замена и у соперников. Заменили Голихова, а вышел Леонид Никитенко. А у нас на площадке Александр Книзюк, мастер дальних бросков. Был сегодня на утренней тренировке из Самары. Как-то не очень у Александра получалось. Наверное, все точные броски из-за дуги припас на вечер. Он устрачивал все неточные броски, теперь остается только точные. Ну, процент же должен быть высоким у Александра, и мы знаем, что он это умеет. Ну, вот мы дождались пятого общекомандного замечания у Сартака Приморья. И я так вот засек по времени. Где-то, наверное, минута 40 понадобилась нашей команде на то, чтобы за счет индивидуальных действий после тайм-аута Зазулина мы четырежды заставили спалить соперника. И теперь тоже есть у игроков, у многих игроков по одному личному замечанию. Ну, и пять общекомандных в этой четверти. Две минуты до конца. Первой четверти, 15-14, и опять у нас страдает результативность штрафных бросков. 15-14, только лишь один из двух мы реализовали. Хорошая передача, но очень хорошо и грамотно, мне казалось, обронялся в нашей команде Низюк. А в какой момент? Левая рука была на корпусе, да? Получается так. Потому что он коснулся только мяча, локтей не касался, которые направляли этот мяч в нашу корзину. Зазолин в данном случае, судим не спорит, он своим игрокам дает указания. Проиграли, проиграли борьбу. Там проиграли, здесь проиграли. Выиграли подбор. Это хоть радует. Счет нормальный. Пока еще никакой катастрофы нет, но ошибки, которые есть, надо, конечно, исправлять. Сейчас Щепкин будет бросать мяч в линии штрафных. Кстати, очень любопытно сейчас была позиция. Вы, если сумели обратить внимание на фамилию, которая написана на майке, вот так написано, что как будто две Т у него. Что это? Это специально так? Сделал у кого-то красивый почерк. Потому что я-то вроде бы не понимаю, что это Щепкин, но издалека смотришь. Счет-то таким. Пусть не обижается у меня Алексея, то просто наблюдение со стороны. Мы вышли вперед. 17-16. Улыбка на моем лице, она позволит мне. Мы еще и заставили Никита Могунова замениться. Пусть сады кайф. Ну, если какие-то вопросы, то можно посмотреть, что написано на форме у Володи Печкурова. Там примерно те же буквы можно вначале увидеть, если обладать нужной фантазией. Ну, хорошо. Вернемся к игре. У нас остается мало времени в первой четверти. И самое важное удержать победный счет. Соперник не сдается и не собирается вообще сдаваться. Это уж точно. Очень много борьбы, разнообразной борьбы. Вот неожиданный трехочковый бросок. Хорошо, что мяч так отскочил. Мы его правильно подобрали. И отправился за предыдущий фолк Князюк. Дальний бросок. Но я же не знаю. Князюк не только подобрал этот мяч, он еще забил трехочковый. Минута остается на исправлении ситуации у Спартаковцев. И они берут таймаут, чтобы правильно спланировать эти атаки в оставшиеся 62 секунды. 20-16. Счет на табло. Все полы пробивные. Сейчас полов у нас достаточно. Надо это честно сказать. Под два фола у нашей команды имеют Кердячкин и Александр Ульхов. Вот Кердячкин, два фола в первой четверти. Опасно? Наш центровой. Ну, не сомневаюсь даже, что это специально акцентировали внимание игроки Спартака-Приморья. Треховский штаб на том, чтобы Кердячкина подсадить на полы. Поскольку очень важная игра для Самары. Ну, небольшая тревога, наверное, да, есть в этом. Самые яркие, интересные моменты, которые подготовили наши режиссеры. Вот индивидуальные проходы, о которых говорил Зазулин до начала матча, но которые все-таки удалось совершить после первого таймаута в этой четверти. Великолепный бросок Александра Князюка, вы сейчас видите на своих экранах из-за дуги. Первая попытка, первое попадание. Все равно, волнительный такой разговор. Выставление с эмоциями от Сергея Александровича Зазулина. Часто мы видим в баскетболе, что когда одна команда уходит достаточно далеко, вперед очков на 7, на 8, вот тогда тренеры реагируют, берет тайм-аут. Сейчас у нас, чтобы понять градус борьбы, вот мы видим, всего лишь для гостей минус 4. И тут же тайм-аут уже нельзя отпускать соперника далеко сразу. В первой же четверти реагирует тренер. У нас очень хороший тайм-аут был в исполнении Сергея Александровича. Видите, какой прессинг, и мы заставили соперника фактически потерять мяч. Уже, да, потеряли. Я думал, что мяч уйдет за пределы площадки. Хорошо очень был прокат совершен. И бросок, и подбор не получился. Получился, получился. Но надо было задержать этот мяч. Но время потратили. Показал, что Алексей Чиликин заранее уже решил, что он будет бросать, даже не смотрел никуда, а стоило бы. А вот здесь обманули нас приморцы. Была, казалось бы, неподготовленная атака нашего кольца. Бросок. Нет, это был не бросок, а передача. И завершил атаку от Даниил Соловьев. И он набрал четвертый очко индивидуальное в этом матче. А у нас трехочковый уже не получился. Упризик. Позиция, может быть, немножко не та. Он бросал вниз угла. Когда он попал немножко так со стороны. И теперь уже преимущество у соперников в последней атаке будут бросать на исходе этих секунд. Получилось мяч забрать и можно бросить. Бросок есть, а прицел не получился. Но, тем не менее, мы выиграли эту четверть, сложную четверть. 20-18. Давайте немножечко отдохнем. И во второй четверти, буквально через минуту, мы увидим, чем дело будет продолжаться в этой половине матча. Оставайтесь с нами на телеканале «Губерния». Оставайтесь с нами на телеканале «Губерния». Оставайтесь с нами на телеканале «Губерния»! Субтитры создавал DimaTorzok 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 атаку, хотя и ответная атака не удалась, но вот здесь надо уже, наверное, тоже подготовить свой бросок трехочковый. Нет, Куров завершил атаку, опять впереди мы, 27-26. Передачу сделал Курцевич. Ну, а там очень активный бегающий Книзюк, который искал позицию для броска трехочкового как раз. Ну, вот сейчас через руку нашего капитана Андрея Кирдячкина забросил мяч Алексей Нестеров. Такое ощущение, что лёгкие очки даем набирать Приморью практически в атаке, а вот это момент. Бывает такое в баскетболе, бывает. Я думаю, такие моменты можно за пять очков защитить. Кстати, вот вообще, если честно, надо пробовать уже, надо ввести, но зрелищности это баскетболу добавить. Сделать это невероятно тяжело, репетировать это, тренировать никто не будет. Ну, почему бы не сделать? Или хотя бы, Андрей, учитывая такие моменты в статистике? Да. Даже не давая очки, просто вот умеет человек делать такое место. 10 таких моментов в сезоне, плюс 30 очков в общую картину. Как контракт в НБА? Ну, хорошо. Пока мы ведём. Андрей Кирдячкин по нашим правилам первый шаг в нужном направлении уже сделал. Если бы мы выдавали визу и давали на дракции номера, то мы бы, конечно, Кирдячкин направили в НБА. Ну, сейчас самое главное, что уже вторая подряд у соперников завершается промахом. Ну, а у нас есть шанс убежать вперёд. 30-28. Бросок с фолом. Пичкуров не набрал два очка. Ну, здесь, конечно, вы, наверное, слышали. Не видели, но слышали. Что ты говорил? Сергей Александрович Зазулин. С отчленением Пичкуров здесь бросал, сложнейший элемент исполнял. Чуть было не забил. Да, ну, а кому претензии высказывались? Видимо, Алексею Назарову. А за что? Он не открылся. Он туда двинулся в предыдущем эпизоде и чуть мяч не упустил. А, понял, да, такое было, 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 было. То есть за такие даже мелочи сразу, не дожидаясь, не бежать. Там же было развитие комбинации. Сергей Александрович её точно знал лучше, чем мы. Ясно. 31-28. 31-28. Пичкуров заменился. Вернулся на паркет брат Алексея Галихова, Александр. Вот родители, конечно, как шутят, да? Или я не знаю, почему так. Старшего назвали Алексей. Младший, он тоже Александр. А, Алексей тоже Александр? У него, понимаешь, статистики семейные, им салы не меняются. Наверное, об этом думали. Еще, может, Андреем был, Андреем. Я вот к своему стыду не знаю, как отца зовут у Галиховов. Может быть, там еще все это удваивается, утраивается эта ситуация. Но для нас непростая задача за весь матч не перематить братья Галиховов. По именам. Так-то, конечно, они в разных командах тут не запутываются. Ну вот вышел у нас Александр. И сразу набрал третий фолл и сразу вернулся обратно. Сразу даже не смотрит в его сторону главный тренер команды Самара СГЭУ. Не принес ожидаемых плюсов для команды. Сейчас активно идет борьба. Очень мало остается времени на атаку у соперника. И нарушение правил в исполнении Алексея Назарова. Да, мяч засчитан. И еще один штрафной будет исполнен. И третий фолл Алексея Назарова. Ну что у нас постепенно лидеры команды выпадают из обойны? Есть небольшая трех. Но Алексей Назаров, наверное, к лидерам команды пока не относится, хотя игрок важный. Тридцать один, тридцать один. Пять с небольшим минут остается до конца второй четверти. Счет равный. Опять мы чуть впереди по общекомандным замечаниям. И в целом тоже есть два игрока с тремя фолами. Это Голихов и Назаров. Соперники догоняют нас по общекомандным замечаниям. Третье общекомандное замечание получили баскетболисты Спартака Приморья. Относительно маленький состав у Самары сейчас. И Евгений Кусакин на партии, и Александр Варнаков. Два первых номера. Вовремя трехочковый сейчас забил Низюк. Да если Саша так будет забивать через один, то мы будем, наверное, вполне довольны. Ох, едва не перехватил мяч Варнаков. Прямо вот уже мяч выводил в сторону, но как-то ухватился за него. Приморец и... Вот и пятое общекомандное замечание. Этот фон получил Евгений Кусакин. Бежал, бежал, наткнулся на заслон, начал цепляться. Что, это не опыт, то есть, да? Не увидел этого заслона? Ну, Евгений молодой игрок, да. Не всегда, наверное, ему легко здесь на уровне Суперлиги. И не так много времени, чтобы себя проявить, но надо использовать эти шансы. 14-13 при таком счете Сергей Александрович Зазулин взял тайм-аут. Надо передохнуть ребятам. Половина этой четверти сыграно. И есть возможность подкорректировать немножко игру. 34-31. Общий результат. Я бы отметил группу поддержки Багастамара. Вот сейчас отличный повод для этого есть. Девчонки прогрессируют вместе с командой. Они очень стараются. Но у них не только старание, у них многое получается уже. На самом деле вполне достойный уровень. Я думаю, если так, девчонки продолжат, то и на титул лучшей группы поддержки среди российских гостеподжных команд мы будем через несколько времени претендовать. Ну, пока мы видели повторы, я думаю, что вы уже скоро еще во всей красе оцените самарских болеющих с баскетбольного клуба Самаро СГУ. И что характерно, политика клуба такова, что и в группе поддержки всеместные. Вот это вообще... Без океанеров. Кстати, Андрей, вот шутки шутками, а с другой стороны, а есть какая-то практика выезда группы поддержки с командой на именно гостевые матчи? Такое вообще практикуется, потому что мне кажется, где-то там в североамериканских лигах такое, наверное, возможно. Такое возможно и в различных европейских турнирах, на Евролиге, на финальной матче, на финал четырех, например, на финал, может быть, Еврокубка. Может быть, бывает, что все соперники вместе с собой приводят и клубную группу поддержки. Но мы пока растем. Ну, девчонки молодые, если что-то и во что-то вырастет, и такой шанс, такая возможность появится, то мне кажется, девчонки не подкачают. Я, кстати, вот если так реально мыслить, то могу сказать, что в Кубке России, там, где проходит финал четырех, вполне могут собраться и группа поддержки, участник в этом финале. Такое было не раз. И я вот, по-моему, работаю в женских командах, тоже помню, что такое бывало. А хочу сказать о том, что в этом сезоне вполне реальные шансы поучаствовать в решающих матчах Кубка России есть у команды Самара Сделал. Ну вот у нас третий фул набрал Данил Соловьев. Очень приятно это, потому что игрок стартовой пятерки. Тоже он нервничал. Сейчас закрывает соперника для себя, нашего товарища, нашего парня. Можно и попробовать... Ох, какая передача. Я думал, что сейчас будет все концентрировано там на пятачке, около щита, но такая передача достаточно сильная и неточная, и уже ответная атака соперников. Да, Князюк среагировать на передачу Александра Варнакова не сумел. И я единственное, чему удивился, что Сергей Зазолин даже не вскочил. Вы знаете, мне показалось, что Варнаков в этой ситуации потерял устойчивость. У него было три соперника. На проходе в кольцо. И поэтому он вынужден был взял передачу. Он видел, что там находится Князюк. И мысль была верна. Мысль была верна, исполнение было неверно. Но сейчас очень расстроен. Очень расстроен. Ушедший на замену Назаров. А вместо него на площадке Игорь Самсонов. Такая вот очень картина была театральная. Он обращал внимание наших тренеров. Могу ребятам. Имеют право молодые ребята таким опытным. Это рабочие моменты. Это же баскетбол. Здесь эмоции. Почему нет? Ну хорошо. Мне просто из уважения к Сергею Александровичу может быть как-то надо иногда так мягче все это демонстрировать. Если игрок не понимает, пусть лучше спросит. Согласен. Золотые слова. Андрей, я думаю, что надо записать нашим телегрителям. Потому что очень многие ребята, я думаю, и баскетболы играют в школе. И многие растут. Наблюдая за трансляцией этого матча, у нас получился трехочковый. 37-31. Кстати, Андрей, вот анонсируя возможные события для наших школьников и тех родителей, которые этих школьников сейчас к телевизору подводят, будет ли практика, возможно ли приглашение ребят из ДК Самар-СГЭУ за какие-то уроки баскетбола в школу? Безусловно, и такие планы уже есть. Есть дружба, давняя, в принципе, у клуба с кенельскими ребятами. Поскольку мы говорим Самар-СГЭУ, мы подразумеваем всю Самарскую область. Самар-СГЭУ представляет Субернигию. Вот на прошлый матч автобус ребятами приезжал, они очень здорово, им понравилось здесь все. Очень болели, хорошо, и остановка была такая боевая, баскетбольная. Много интересных моментов было. Так вот, несомненно, что туда баскетболисты тоже поедут, в гости к этим ребятам. Ну и к другим тоже мы всегда с удовольствием отвлекаемся на предложения на проведение, возможно, мастер-классов, таких-либо автограф-сессий и тому подобных моментов. Можно обращаться в клуб. Сейчас очередная очень хорошая атака нашей команды. Завершил ее Игорь Самсонов точным трехочковым попаданием. 40-31. Впервые в этом матче мы вышли вперед с разницей в 9 очков. Девчонки невероятно рады. И это видно и по движениям, и по улыбкам, и даже по очень заводно двигающимся прическам. Я тоже знаю, что многие из них разбираются в баскетболе, девчонки переживают за отдельных игроков и за всю команду. То есть это не какой-то формальный подход, что вот они на матче выступают и все. Нет, нет, они живут реально играми клуба. Ну, любители баскетбола иногда обращают внимание индивидуально, не на всю группу поддержки, а индивидуально на каждую. Я бы предложил девчонкам тоже иметь какие-то номера на своих майках, чтобы кто-то вот говорил, ну, нравится девчонка из группы поддержки под номером. 99. И было бы уже какое-то персонифицированное такое исполнение каких-то танцев и зажигательных ритм. Но вернемся непосредственно к баскетболу. 9. А 9 мы имеем преимущество. И сейчас нельзя давать сопернику почувствовать себя в роли такого быстро догнавшего нашу команду. Надо сдерживать соперника. Соперник набирает в этой четверти достаточно мало очков. Мы набрали 20, так же, как и в предыдущей четверти. Ну, а соперники набрали всего 13. И сейчас наша команда... Ой-ой-ой. Какая хорошая была передача, если бы не очень высокий. Никита Маргунов, который, естественно, все сверху видел, подставил руку, сделал перехват. И еще один шанс, чтобы догнать нашу команду, есть у Спартака Приморья. Галяков разыгрывает комбинатор. А что тут разыгрывать? Просто передача была на трехочковую позицию. Бросал Лавников. Ничего не получилось у Спартака Приморья. Концовка второй четверти. У нас все фолны пробиваются. У соперников четыре. То есть тоже... Еще одно замечание. И оно сразу будет наказываться штрафными бросками. 40-31. Две атаки. Три атаки, кстати, у каждой из команд прошли, которые не завершились точным попаданием. Ну, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, поскольку будут штрафные. Галяков получил фол. Нет. Нет. Нет, все правильно. Галяков получил фол. Второе. Это его личное замечание. 11 очков он набрал и 2 фола. Я думаю, Сергей Зазуни сейчас имеет все основания похвалить Евгения Кусакина, который, будучи самым юным игроком на площадке, не постеснялся. Пошел против опытного Галякова и добился того, что на нем спалят. Вот, Андрей, соединяя твои текущие слова с предыдущими нашими мнениями о том, что молодым ребятам из школ, из обычных, нужно расти и приглашать опытных игроков, а есть вообще ограничения по юным игрокам в команде Суперлиги? Вот какой самый юный игрок может принять участие в матче Суперлиги? В Суперлиги и Высшей Лиге есть ограничения, игрок не должен быть моложе 15 лет. А у нас 15-летние... Ну нет, у нас 15-летние... Рановато, да. Нет в Самаре каких-то там 2 метра 15-летних парней, которые готовы уже так вот подойти и так иногда... Есть, вот, кстати, Самарская область одна из уникальных, в общем-то, один из уникальных регионов, где есть, если не ошибаюсь, ну вот двоих точно знают, кто выше 2 метров и которому 15 лет. Пора, пора уже в команду. Растут ребята-то. Они пока играют в чемпионате уференства России, но по возрасту постарше. Ну что ж, я думаю, что вырастут ребята, если себя хорошо зарекомендуют, то обязательно... Что характерно, Андрей, не из Самары, не из Сталетия, один парень из Лакунической и один из Суперлиги. То есть таланты у нас есть по... Никак не связаны с теми заботами, которые там есть. Ну я надеюсь, что там гены, там спортивные семьи. Да, здесь самое главное, чтобы самые лучшие оказались в составе нашей команды. И если такие уж появятся где-то на, простите, такую фразу, периферии, то они обязательно появятся именно внутри баскетбольного клуба Самара-СГЭУ и здесь закрепятся. Ну а сейчас 42-33, очень хороший бросок, средний бросок получился. Но тем не менее мы вперед вырываемся уже на 11 очков, 44-33. Ну почему бы не замокнуться на весеннее достижение, которое было в баскетбольном клубе Самара в матче с Пригорем, когда было плюс 23. Вот может быть будет повод об этом подумать. Ну, я бы, конечно, еще не стал так забегать вперед, потому что, мне кажется, вот эта гордость Самойленка, Маргунова, она не позволит, наверное, так проигрывать много. Но с другой стороны, наша команда набирает ход, настроение чувствуется уже приподнятое, броски проходят разнообразные, соперник начал теряться, что же контролировать. Дальние броски, проходы под кольцо. Ну и сейчас смотрим, как Маргунов. Ну, Маргунов продавил все-таки, конечно. В этом проходе Курцевича, Курцевич не смог, не смог, не смог, и Маргунова, и Курцевич получил фолк. Я просто надеюсь на то, что чем дальше будет у нас матч продвигаться, тем более сонными будут выглядеть игроки из Приморья, поскольку там-то в Владивостоке без диспетри ночи. Вот с этим связаны мои надежды на плюс 23 и больше. Об этом надо сказать, может, ребята забыли, потому что сейчас будет большой перерыв, можно немножко поспать. Я просто забочусь о гостях, потому что если кому-то нужно... Здесь все организовано, хорошие раздевалки, все очень удобно, но не спит, не спит. Было бы вообще неплохо, если бы и на площадке кто-то заснул. Может быть, может быть, и увидим сегодня такое. Пока ребята не бросаются за трехочковые линии, все перекрывают соперники последние секунды второй четверти. Вот, как бросок, щептенный, не смог поразить кольцо. Подбор тоже не получился. Так, ну а здесь вот Курцевич уже, к сожалению, набирает второй фоу, третий фоу подряд. Вот такие Пургуновы. Смотрим. Взял мяч. Так, нет, вы знаете, все-таки дали фоу Печкурову. Все-таки Печкуров получил этот фоу. И именно из-за того, что из-за спины, догоняя Моргунова, попытался ударить ему по мячу, попал по руке. Но, тем не менее, мы, конечно, уважаем гостей, именитые. Они были во многих российских клубах и проявляли себя с самой лучшей стороны, конечно, игроки сборной нашей страны. Несколько секунд остается у нашей команды на атаку. Зря, зря Щепкин сейчас делал этот пас. Поперники пытались дать не бросать. Время вышло. 46-37. Мы выиграли с разницей в 9 очков. Ну а по итогам этой четверти выиграли 7 очков. У нас есть возможность сейчас взять тайм-аут. 26-19. Результат второй четверти. Андрей Петров пошел к одному из игроков. Нашей командой, чтобы пообщаться сразу после первой половины матча, есть такая возможность. И Андрей Петров вызвал к себе Алексея. Александра Варнакова. Александр, плюс 9. В вашем перерыве все лезет по плану. На самом деле игра идет хорошо, но мы допускаем много своих ошибок. Надеюсь, что в второй половине мы перестанем глупо ошибаться и начнем более качественно играть. В матче с Иркутом было нервное волнение в первой половине. Сегодня психология в порядке у команды? Да, в порядке. Просто надо выполнить то, что сказал тренер, а тогда мы нормально сыграем. Спасибо, удачи. Спасибо большое Александру Варнакову. Он хорошо играл. Ни одного попа у него пока нет. 6 очков он набрал. Это его личные показатели. Ну а пока мы выигрываем 46-37. И самое интересное впереди на телеканале Куберния после большого перерыва. Оставайтесь с нами. Давайте с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 А здесь вот хорошая борьба. Хорошая была борьба, и, я не знаю, мне показалось, что в этой ситуации очень сильно толкались соперники. Здесь была дуэль великанов Алексей Курцевич и Александр Лавников. В итоге мяч остался, вот посмотрите, это дуэль как раз, и мяч остался у хозяев. Ну вот, чтобы вы не сомневались в том, что у Самары все идет хорошо, Сергей Зазулин сидит на студии. Значит, все спокойно. Да, Эдуард Сандлер находится рядом с площадкой, переживает весь в игре, следит, смотрит каждое движение. Каждое движение игрока с мячом комментирует, ну не так громко может быть, и без каких-либо излишних эмоций. Пока никто не решается на трехочковые броски. Очень хорошо сейчас отобронялся, но, по-моему, даже получил удар в лесу Курцевич. Контр-атака завершилась набором очков 53-41. Даже не припоминаю, чтобы в сегодняшнем матче быстро в отрыве удавалось забивать Самарю, и сейчас удалось. Тут был один момент, Андрей, действительно, один момент, и его я зафиксировал, потому что мне тоже в тот момент это показалось чем-то особенным. Самара здорово бежит, и соперники об этом знают, готовятся противодействовать этому Козырю. Ну, 53-41, и сейчас в очередной раз мы допустили фолл на Никите Маргунове. Меняют Курцевича. Третий фолл набрал, к сожалению, все-таки Андрей Кердячкин. И выходит Чиликин. Ему помогать. Ему помогать. 53-42. Иногда нужно что-то такое сказать, и Сергей Зазуриный эти слова знает, так, чтобы игрока... Вот я не знаю, вы слышите вообще, что ты сказал, что сложно комментировать, потому что игрок, который получил от всего этих высказаний рядом, он очень расстроен. Я в жизни не поверю, что Владимир Печкуров не хочет играть. И он в это никогда не поверит. И с этой мыслью, я думаю, он в следующий раз выйдет, и с шансом возможности. Очень правильный комментарий ты дал, потому что если это было действительно слышно в трансляции, вот я знаю, режиссер нам подскажет, было это слышно или нет, то нужно было как-то это объяснить зрителям, потому что как такая фраза... Мне было слышно, да, но фраза была такая в адрес Владимира Печкурова, ты вообще не хочешь играть. На что Печкуров развел руки в стороны, посмотрел на помощника и молча, он ничего не сказал, молча, как, что. А это именно обратить внимание на то, что ты делаешь, на то, что в какой-то момент, в каком-то эпизоде ты действительно пропустил настолько серьезное нарушение, или прорыв соперника допустил свое нарушение, что выглядело это именно так. То есть сейчас вот есть время это обдумать на скамейке запасных и выйти на паркет с удвоенной энергией, усилиться, реализовать доказать, что тренер ошибся слова. Да, 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 да. И вот возьмут слова обратно, похвалят еще так, что даже мама будет завидовать, как хвалит Сергей Зазы. Хвалит он? Или не хвалит? Или не хвалит? Нет, такое бывает, конечно, такое бывает. Я думаю, по итогу сезона точно кого-то хвалят, если все будет хорошо. Сейчас толкает просто вперед Сергей Александрович Игорь Самсонов. Вот Владимир Печкурова, да, думает, неужели... Вот на экранах нашли... Это все продолжение того вот эмоционального объяснения тренера, вот этой вот позиции, мимикой на лице. Нет, конечно, Сергей Зазырин тренер строгий, но справедливый. Мы похвалить его, конечно, тоже мы. Подбор у Сосонова, вот не зря вышел Игорь буквально с первых секунд он включился в вольгу, сделал очень правильный выход, кольцу забрал мяч. Шесть минут до конца третьей четверти. Варнаков хорошую передачу сделал, и бросок. И бросок не получился, но подбор можно, подбор можно. Хорошо, забрали, забрали, забрали мяч. Шеликин хочет играть. Да, ой, не получился, получился, бросок подбор уже Щепкина. Ну, Щепкин там... Молодец, он побегал, побегал, ну да, он ждал. Ребята, я не знаю, что дальше делать, ну, спалите, помогите мне. Это пятый фолл, это броски Щепкина. Из Алексея Щепкина хороший крайний игрок футбольный такой получился, крайний полузащитник. Не хуже, скажем, ну, Райан Гиггзе, не знаю. 2-5 по фоллам. Мы проигрываем, и это приятно. Когда проигрываешь по фоллам, это хорошо. Сейчас Щепкин реализует штрафные. Не попал, не попал. Оббадривает его сейчас Евгений Кусакин. Щепкин набрал на данный момент шесть очков. Вот сейчас мог бы набрать больше. 56-43, 13 очков у нас преимущество. Несмотря на преимущество 13 очков, вот по игре нашей команде не скажут, что она как-то играет с большим преимуществом, с какой-то уверенностью, спокойствием. А нельзя играть со спокойствием, иначе соперник накажет. Вот мы видим, какая серьезная травма у игрока Приморья. Александр Лавников. Вот мне кажется, в том лице на борту, когда они с Курцевичем упали под нашим щитом, вот там Лавников. Это очень хорошо у вас сделал Игорь Самсонов. Молодец, умеет. За Игоря Самсонова, как обычно, это бывает на домашних матчах, здесь переживают многие. Маму видел его здесь. Думаю, что и папа тоже, наверное. Да, да, вижу и папу. Виктор Самсонов тоже здесь. Тайм-аут. А он знает как раз с коллегами достижение сына. Эдуард Сандлер взял тайм-аут. Надо прокомментировать все-таки то, что несколько секунд назад вы видели. У Лавникова было, как я так понимаю, микронадрыв мышц бедра, да? Поэтому туда сейчас перимотали скотчем лёд, и на некоторое время Лавников выбыл из строя. Может быть, и до конца матча он набрал всего лишь два очка и два фалла у него было. Пока пауза у нас в игре небольшая есть, я позволю себе рассказать о том, что баскопольный борт Самары в этом сезоне представлен в чемпионате лучшей лиги. Это лига следующая по рангу за суперлигой. И вот параллельно с нашим матчем проходит матч в городе Энгельс, где строитель принимает Самару-2, вот как раз нашу команду высшей лиги. И там также на исходе третья четверть, и Самару-2 впереди 48-43. Мы не будем, может быть, больше возвращаться к этому матчу, просто сказать о том, что в этой команде все ребята местные, все совсем еще молодые, особенно по меркам высшей лиги. Там много дядек играет, которым далеко за 30. А играет команда наша под руководством Игоря Грачев, великолепного прошлого баскетболиста, игравшего в Самаре, и с любимых игроков нашими болельщиками. Безусловно, безусловно. И вот в этой команде высшей лиги играет уже его сын Андрей Грачев. И много ребят 95-го года рождения, 96-го, совсем очень молодых. Но давайте посмотрим за этой атакой и за тем, что Сергей Зазулин находится перед площадкой и пытается докричаться до игрока, вызывает к себе Кусакина, который в очередной раз врезался в соперника, который ставил заслон. И простой день у Евгения Кусакина. Он с утра много критики получал от Сергея Зазулин на тренировке. И вот сейчас вечером сидел бы на стаме, и не выходил на площадку, может быть, и никто бы не критиковал. Но это, в общем-то, такая дорога во взрослый баскетбол. Лучше так, чем сидеть. Чем сидеть. Я уже думал, дорога в большой баскетбол. Сидеть именно... Нет, нет, лучше играть. У Жени сегодня игра, кстати, очень неплохо получается, на мой взгляд. И времени игрового достаточно, это не случайно. Это доверие. Пять игроков нашей команды имеют по три фала. Это Курцевич, который вернулся сейчас на паркет. Это наш капитан Кирдячкин. Это Назаров. Это еще и Чиликин с Галеховым. И Сергей рассказывает на площадке. Третий номер. Он уже выходил. В первую половину матча это было ненадолго. И вот снова дали ему возможность проявить себя. Сергей был травмирован и не принимал участие в матче с Иркутом. Насколько я понимаю, травма была несерьезной. И дали возможность ему сыграть именно сегодня. Но мы должны прокомментировать то, что соперник набрал сразу три очка. Причем делал этот линии штрафных. Это получилось именно из-за того фала, который был зафиксирован у нашего игрока. И соперники сейчас нам не позволили набрать свои очки в атаке. Пробуют добиться еще набора очков. Подряд не получилось. Слава Богу, у нашей команды есть возможность наказать соперника трехочковым броском. Ищут позицию. Нет, не получилось. Первым темпом завершить атаку. Пошел Кусакин под кольцо и ошибся. Расстроился. Расстроился Сергей Зазулин. Подбор. Что там было? На Курцевиче фол. Нет? Нет? Или все-таки у нас? Фол Курцевича. Нет, нет, нет. Фол получил у нас Щепкин. Второй фол он получил. И, к сожалению, очередные штрафные броски. На позиции для штрафных бросков Андрей Зверков. Пользуются тренеры сейчас моментом для замены. Да, серьезные перемены. Вернулся, Андрей, смотри, вернулся сейчас Печкуров. И с выходом сразу получает указание. От Зазулина. И внимательно слушает. И не спорит. И Кердячкин. Да, но сейчас с этим Печкурова танцует внимание. Я понимаю, почему ты не концентировал. Владимир должен доказать, что хочет играть. И сейчас очень важный момент. Соперник нас пытается догнать. Есть шанс набрать 48-ое очко. Подбор. Как выиграли соперники? Подбор и опять фол. Что ты будешь делать? Игорь Самсонов. Тогда Алексей Курцевич на площадке. Но это не секрет. Поспокойнее под щитом себя чувствуют наши игроки. Все-таки рост. У Алексея Большой. Он здесь самый высокий по команде. Вот убрали Курцевича. И тут же был произведен подбор и новую штрафную. К сожалению, боролся на подборе Игорь Самсонов. Да, Игорь Самсонов. Его заменили. Тоже получил от Зазулина высказывание. Причем досталось еще одному из игроков. Я расслышал фамилию. Потому что сказали, что ты играешь так же, как он. Я уже даже... Хорошо, что я не услышал про кого-то. Говорит, Тичкуров на позиции. Там вот под 45 открывался и не дошел до него мяч. Ногами сыграли сейчас ребята из команды Спартак Приморья. 58-49. Ну вообще, чего-то катастрофичного пока нет. Просто нет той последовательности в игре нашей команды, из-за которой и тренеры переживают, и сами игроки тоже переживают. Они это прекрасно понимают. Что могут играть лучше. Это видно. Что ошибки-то свои. Вот хороший бросок. Двухачков и правда. Но бросок Варнакова. С отклонением Саша здорово бросил. Действительно. И стал лучшим снайпером в матче с Иркутом. И сегодня тоже в предыдущихся очков. Да, претендует на эту роль. Приостановился Тердячкин в наборе очков. 9 у него. И пробежка. У Спартаковцев пробежка. Хорошо сыграли в защите игроки Самары. Там и времени на атаку уже осталось немного. 6 секунд всего. И вот эта пробежка, она, наверное, от незнания, что делать. Вот увидите. Вариантов не нашел лучших игроков. Ну, мы еще, наверное, один важный момент должны сказать. Вот ты говорил про время. И пусть это шутка, да? Но с другой стороны, действительно, и время, которое в облоге-востоке, совсем другое. Но и то, что Спартак-Приморье играет матчи не дома, то есть как мы. Мы проводим два матча дома. А спартаковцам надо переезжать. Вот эти перелеты, наверное, тоже, пусть это недалекие перелеты. Не из-за вне-востока. Но, тем не менее, новый паркет, новый город. Поэтому этим надо пользоваться. 60-51, 9 очков преимуществе у нас остается. Времени до окончания третьей четверти. 2 минуты 40 секунд. Сейчас самое главное не позволить Владивостоку создать интригу в концовке матча. То есть сейчас нужно удерживать это расстояние. Вот, к сожалению, пока не очень получается. Таймал, директор Дейзалдович. Не получилось. Почему? Потому что была ошибка около чужого щита. В простой ситуации. Дейзалдович не удержал мяч. И тут же отрыв. Нескеров завершает эту атаку набором очков. 60-53. 7 очков мы проигрываем. Я думаю, время тактики сейчас пришло. И Сергея Затурный сейчас... 7 очков мы выигрываем. Мы проигрываем уже по уходу матча, когда выигрывали до 15 очков. Да, и время тактики. Сергей Затурный сейчас на тактических моментах, несомненно, акцентирует внимание. Здесь нет психологии. Здесь нужно придумать что-то новое. Ну, оно давно придумано. Просто его нужно включить, активировать. Еще надо очень аккуратным быть, поскольку соперник активно сажает наших игроков на полы. Давит и давит. Навязывает тоже активную, индивидуальную борьбу для каждого нашего баскетболиста. Ну, а это не всегда получается. Великолепная работа режиссера и оператора телеканала «Губерния» сейчас в вашем внимании. Сам море того, что происходило в третьей четверти у нас. 2 минуты и 28 секунд до конца третьей четверти. 7 очков у нас. Преимущество это достаточно мало. Для такой команды, как Приморский клуб «Спартак». Да, и есть тревожная ситуация с полами. Много игроков в составе «Самары» с тремя полами. Ну, и при этом надо не забывать, что все-таки, конечно же, команда «Спартак» «Приморье» в первом матче проиграла. Но проиграла с тремя овертаймами. То есть была борьба. Команда в этом сезоне нацелена на борьбу до последнего. И не будет подключаться из игры, что бы ни происходило. Да, тем более там был первый матч, но второй-то точно не хочется проигрывать гостям. Это 100%. Боже мой, а что случилось-то? Киржасхин никого не трогал. Дают фолл. Дают фолл второй личный фолл Владимиру Печкурову. Вот он не понимает, и я тоже хотел бы увидеть повтор. Ему, конечно, повтор никто пока не покажет. И он может к нам подойти, посмотреть. Вот подсказывает Эдуард Раус в команде «Спартак» «Приморье», что нужно делать. Печкуров там боролся, но там занимал позицию. Вроде не толкался, не знаю. Была борьба за успех. Мне показалось, что мы посчитали, правильно посчитали, что Кирдячкин ушел мяч за пределы паркета. И мяч останется у «Спартака» «Приморье». Но нет, он остался у них на линии штрафных. Андрей Зверков бросает. Набрал он те же самые два очка, что и были раньше. А, нет, 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 виноват как два очка. Четвертый очко он набрал. Книзюк боится бросать сейчас. У него несколько пробок, несколько подряд случилось. Вот не взял на себя. Сотел, может быть, зря. Зря, конечно, потому что такая передача, она и не получалась. Он уже сам падал. Но соперник просто хорошо прошел. Взлетел над кольцом и уложил мяч в корзину. Гелихов. Очень важно вот в этой атаке сейчас забить Самаре, поскольку плюс 6 всего лишь в активе. Не искать вот эту интригу на пустом месте. А если попробовать все-таки книзюку бросить трехочковый, найти позицию, освободиться от опеки. Вот сейчас. Была позиция, он был свободен. Не увидел это Варнаков. Варнаков, чтобы только сам мог здесь совершать атаку, потому что время на нее истекало. Время выходило, и надо было уже самому завершать атаку, чтобы оставить возможность для борьбы. Хорошо вот сейчас сыграл книзюку. 62-56. Очень напряженно будет четвертая четверть. Вот все на периметре и не играют внутрь. Игроки Самары. Должен быть такой вариант обязательно. Все через пикенролы. Нужно бы найти что-то еще. Они ищут возможность трехочкового броска. Но получилось от Лизака все-таки пройти вперед, потому что его перекрывают. Не дают ему бросать спокойно из-за дуги. 64-56. Вот его бросок. Точные, хорошие, красивые. Но команда выцеливала всю атаку возможность для того, чтобы набрать сразу три очка. Итак, закончена третья четверть. 64-50-56. Ничего пока еще страшного не происходит. Мы чуть-чуть проиграли, но впереди четвертая четверть. И надо быть внимательными. Оставайтесь с нами на телеканале «Губерния». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Решающая четвертая четверть баскетбольного матча Суперлиги России. Баскетбольный клуб Саварас Гео против Спартака Приморья. 64-56. И опять необязательный пол Владимира Печкурова, который прервал бросок трехочковый бросок Алексея Галехова. Поэтому три штрафных сейчас будет исполнять уроженец «Сама». Который играет за «Приморский клуб». Первым попаданием очки не набрал. Еще один бросок точен. И вот теперь третий решающий в этой серии штрафных завершающий. Два из трех он набрал. И сейчас он явный лидер по бомбардирским показателям у наших гостей. 15 очков набрал Алексей Галехов. Вот очень хороший трехочковый. Вот замечательно. Много известных людей на трибунах сегодня на нашем матче. Вы могли их видеть. А я могу сказать, что я знаю очень хорошего нашего КВНщика Алексея Галехова, который в «Самарской клубе» играет. Очень тоже высокий товарищ. Не знаю, играет в баскетбол. Но это не Алексей Галехов. Нет, нет, нет. Тоже самарец. Тоже однофамилец. Но мне кажется, что не родственником этой компании Алексея и Александра Галехова. Вот что значит самарский баскетбол. Все знакомые. Все знакомые. Все Галеховы. Да. 67-58. Минуту сыграли команды в четвертой четверти. На паркете у нас сейчас Печкуров 12-3. Очень хорошо сейчас гордяшка через руки. Да, права Андрея. Вы увидели, как он всегда празднует эти вот важные три очка. Он бьет себе кулаком в грудь. И я вот за команду готов на все. Даже на такие отчаянные броски. И здесь пол Галехова. И причем на Печкурове. Я вот так на секунду представил себя на месте Эдуарда. Эдуарда Сандлера. И слегка голова в кругу у меня пошла. От кого ждать опасности в Самаре? Я вот смотрю на список игроков, которые сегодня набирали у хозяев очки. Это практически все игроки, которые выходили на площадку. Все опасны. Это может быть раньше было такое мнение, что Самара это команда. Кирзячкина, Печкурова, которые львиную дуру очков набирали. Сейчас это абсолютно не так. И мы это видим уже второй матч подряд. В предыдущей атаке соперника фол получил Нил Соловьев. Это его четвертый фол. Первый из баскетболистов обеих команд, который набрал 4 личных замечания. И мы сейчас имеем преимущество за 11 очков. Соловьев 69-78. Подбор за нами. Быстрое развитие атаки. Кирзячкин не стал бросать трехочковый. Продавить соперника не удается. А как тут его продавишь? Это же он самый, Никита Мрагунов. Бросок через него не получился. Да, помог Кирзячкину. Подсказывал Зазурин. Не в этот момент надо было Кирзячкину помогать. Надо было перекрывать передачу. Он не пошел на игрока на помощь. Вот видите, он там стоял за спиной у Кизюка. И это четвертый фол у Андрея. Да, это четвертый фол. И сейчас его меняет Алексей Курцевич. Надо сказать, что Кирзячкин набрал сегодня 11 очков. Больше него пока набрали Варнаков и Самсонов. Причем Самсонов набирал очень много... А нет, не очень много. Один, он трехочковый реализовал и много реализовал штрафов. Четыре. Четыре. Шестьдесят девять, шестьдесят. У нас, конечно, ничего еще не ясно, но я позволю себе немного вперед забежать. И поскольку нас ждет достаточно длительная пауза в матчах БК «Самара» в разных стенах, расскажу о том, что в гостях команда сыграет в ноябре несколько встреч, а в октябре точнее, еще в октябре и потом в ноябре тоже эта серия продлится. Сначала матч в Барнауле, потом матч в Новосибирске, потом матч со сборной Россией студенческой, ну вот этой молодежной, скажем, экспериментальной, той команды, которая заявлена в Суперлигу впервые. В общем, такая выездная серия. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, но имеем в виду, что Новосибирск это претендент на первое место. Барнаул, в принципе, очень крепкая команда тоже. А чего ждать от сборной России под руководством Евгения Пашутина? Наверное, толком сейчас не знает никто. Совсем новая команда, но она побеждает. Ну а у нас уже очень серьезная борьба на паркете. Ломают щиты, которые стоят вокруг площадки. Игорь Самцовов пытался остановить соперника, сделать блок-шот, но, естественно, было очень сложно. Руки уводил в сторону Узинский и по нашему игроку. Третье общекомандное замечание у Самары с ГЭУ. Узинский первый забросил. Третье очко он набрал. Александр Галифов вернулся на площадку в составе Самары. Я вот смотрю, что это его первое появление во второй половине, и практически с первой четверти он не выходил. Вот новый шанс получил все-таки в сегодняшней игре. Но он ушел с паркета, когда набрал три фола. Прорывается Щепкин. Здесь, конечно, если бы донес, то все было бы очень красиво и результативно. Ну, а так фолл. Подержи, 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 подержи. Хорошо выпрыгнул у нашей команды Щепкин, и поэтому Самаренко с ним не справился. Семьдесят один шестьдесят четыре. Семь очков преимущества. Очень важный стропной. Да, сейчас каждый очко очень большое значение имеет, поскольку мы уже говорили об этом на фоллах очень много игроков. Бесит у Самары. Служим всех. И подбор хороший, а? Игорь Санкционов. А я должен забивать. Ничего, есть время на атаку или еще один слой? Нет. Все, есть, есть время на атаку. 14 секунд. Замену показали судьи. Вернулся Алексей Голихов. Два брата. Вот крепились на паркете. Пишкуров за Самару, Алексей за гостей. Да, Пишкуров, Курцевич, Чиликин, Назаров и Самсонов. Это игроки имеющие по три фоллау Самары за шесть минуты тридцать семь секунд до окончания четвертой четверти. И четыре фоллау Андрея Кирдячкина. Давай выделим Щепкина вот в эти тридцать-сорок секунд, которые сейчас игрового времени были на паркете. Он был самым активным, поборолся с соперниками. Соперники допустили третий фолл. Он там притинговал, его толкали. Ну там грубое нарушение, конечно, было. И у нас сейчас есть возможность восстановить равновесие, то, которое было комфортным в третьей четверти. Уйти на 15 очков вперед. Пока только 10 впереди. Князюк. Так, не дотянул он до кольца. Галифок хорошо защищался, вычислил соперника к лицевой линии и там было сложно что-то сделать. Князюк открытся руки сейчас. Отвил мяч, но не получилось мяч этот забрать. Не ожидал он, что мяч будет лететь в него. Он пытался так вот руками там покрутить. И что сейчас судьи покажут? Князюк нарушил. Князюк. К сожалению, это у него. Мы смотрим четвертое замечание. Четвертое замечание. Что будут менять его? Нет, оставят пока. Пока оставили. Нет, 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 нет. А, Пешкурова. У Пешкурова-то он три пола. Нет, у него три, а у Князюка четыре. Да, но... Нет, пока. Тоже три. Тоже три. Ну, хорошо. Значит, что-то там или неправильно показали, потому что я внимательно следил и смотрел, сколько у него в полу. Ну, оставим пока это без внимания. Без внимания. Все-таки попал мяч в кольцо. 74-66. 8 очков. И ровно шесть минут до окончания четвертой четверти. Может быть, все еще впереди. Хороший бросок. Быстрая атака. Быстрая атака. Не стали тянуть. Попробовали. Бросили. Алексей Щепкин прошел все сборные Украины юношеские. Молодежную команду. Молодежную команду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Игрок известный. Игрок хорошего уровня. И вызывался в том числе в первую национальную команду Украины. Но... Чиликин. Чиликин. Чилинику выставлял, когда пытался соперника каким-то образом остановить. Очень расстроен. Чиликин. Сергей Зазумин с судьями общается. Ой-ой-ой-ой-ой. Обиделся судья вы знаете. Судья-то обиделся. Пошел сейчас разговаривать... Что будет. Наказывает за разговоры нашего тренера. Или хочет просмотреть. Добавляет. Добавляет. Только позитивный бой, если бы непонятно. Главное компанию. Так, не добавил он два, да? Просто о чем-то побеседовал. Вот в его адрес обращался Сергей Александрович Зазурин. Говорит, ты был рядом, ты же видел, что отталкивают нашего игрока. А ты даешь ему пол. Вернее, не он давал пол, он давал другой. Прошу прощения. 76-68 уже. Сейчас надо попробовать, наверное, все-таки бросить из-за трехочковых. Нет. Тамсонок уменьшил дистанцию, бросил. Полезен здесь Голихов был. Щепкин бросил, не попал. Есть расчет на дальний бросок? Есть, но не идет бросок. Щепкин хорошо оброняется. Щепкин хорошо оброняется. А здесь холм уже у нашего игрока. Алексей Курцевич получает четвертый пол. Пять минут еще играть очень много. Пять минут до конца четвертой четверти. Не исключено, что в концовке все будут решать те игроки, которые ничего не решали в предыдущее время, поскольку ключевые могут сесть за фолы на скамейку. Итак, у нас четыре фола имеют Чиликин, Курцевич и Чердячкин. Два из них стартовой пятерки. Да, играть еще более пяти минут. Можно, можно попробовать удивить соперника, но не пошел бросок. Или это все-таки задел мяч Даниил Соловьев. Не пройдет бросок. Хорошо подобрал этот мяч Пачкуров. Завершать надо атаку с полом. Но очень эффектно забросил Игорь Самсонов. Ну, получается, он в второй половине матча вышел на лидерские позиции. Взял игру на себя. И у него хорошо получались броски. Один трех очков. И он ее реализовал. Сейчас он уже набрал восемнадцать очков. Правда, у него три фола. А вот самому Галехову старшему не удалось. Пробежка сейчас. А я хочу ответить. Наверное, будет повтор. Очень грамотно стоял Галехов. Александр Галехов. Наш Александр Галехов. Вот смотрите. Вот сейчас он встал. И все. И делай что хочешь. Я не двигаюсь с места. И в итоге топтался на месте Соловьев. Нам хорошо на помощь пришел еще один наш игрок. И мы справились с этой атакой соперников. Семьдесят восемь семьдесят. Семьдесят восемь семьдесят. У Александра, учитывая ситуацию с полами, есть шанс стать таким х-фактором в сегодняшнем матче. Вот не будем его принять заранее. Да ничего. Нормально. От руки соперника передача. Это же хорошая, правильная передача. Она будет засчитана как атакующая передача, да? Интересно было бы узнать. Работает в плюс, наверное. Восемьдесят семьдесят. Вот такой счет у нас сегодня. Недолго он, наверное, будет держаться. Обе команды рвутся вперед. Хорошо, что прикрыли без нарушений. Запрыгивали очень опасно. Там сдерживает соперника. Щепкин показывает комбинацию. И уже никуда не торопит Самара, поскольку увидели игроки в нашей команде, что быстрого отрыва не получится. Ну и действительно, незачем торопиться. Торопиться соперник должен. Самсонов не смог забросить. Есть еще возможность. А дайте ему еще бросить. Ну попробовать. Тринадцать точков за три минуты. Это уже совсем другой счет. Вот только два. Печко в сторону сыграл. Обыграл, выпрыгнул. Очень высоко мяч подбросил. Так от щита мяч опустился в корзину. Наверное, вся бахитбурная Россия в последние дни обсуждает прыжок Сони Уинза, игрока ЦСКА. Как он выпрыгнул, прилетев всю краску практически и забив. Но Печкуров был недалек от этого подвига. Тренируется парень. Тренируется парень. И забивает, забивает, забрасывает. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Это четвертый пол Алексея Олегкова. Тайм-аут. Тайм-аут берет, я так понимаю, все-таки Эдуард Сандлер. Да, так и есть. Да, так и есть. У нас концовка может быть достаточно затяжной. Пять полов у Самары, четыре. У гостей все полы пробивные. И я думаю, что тактические пути к спасению Эдуард Сандлер сейчас ищет как раз. Но какие-то, конечно, варианты будут. В Риме остается мало. Ну, здесь бездальник бросковцы никак не обойтись. При минут десять что-то надо делать экстраординарное. Давайте посмотрим, что сейчас вся основная игра у соперников. Набор очков идет за четырьмя баскетболистами. Это Никита Моргунов, набравший 18 очков. 16 очков набрал Алексей Естеров. 15 очков на счету Голихова. И 13 очков на счету Соловьева. Все остальные гораздо-гораздо меньше. Вообще почти ничего не набирали. Там остальные только набрали в сумме шесть очков. Нет, не шесть. Извините. Десять, 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 десять. То есть 62 очка набрали четыре человека. Представляешь, какая нагрузка ложится на них. Тем более, что у нас с четырем часам время подбирается. Часам утра. Да, конечно, конечно. Разные способы есть, как бороться с часовыми поясами. Только спать. Спать днем, а не спать ночью. Ну а у нас в лидеры тоже хочет добавиться и Алексей Щепкин. И 12 очков он набрал. И 12 очков отделяет Самару от Спартака Приморья. Это хороший задел. Это почти победа. Грамм набраняемся, не пускаем под щит. О, а вот это здесь, конечно, неожиданный внестрел Никиты Моргунова. Нет, нет, это Галехов. Это бросал Галехов. Да, Галехов. Три очка набрал он. 18 сразу у него встало. И ответный трехочковый. Ай-яй-яй-яй-яй. Не кстати, щит здесь поставили. Ну как-то повернули его, наверное. Повернули его, наверное. В одном из портновений. То ли мы сами, то ли соперники. Ворнаков очень хорошо боролся, но... Моросов через него прошел. И уже берет тайм-аут Сергей Зазулин. Нет, не берет. Это замена. Нет? А я так пошел уже... Он пошел уже смотреть на игроков, и мне показалось, что он сейчас их будет ждать на скамейке запасной. Хотя есть тайм-аут. Их много. Два можно взять. Не торопится. Я думаю, после следующей атаки, если вдруг, не дай бог, она окажется неудачной, то тайм-аут обязательно случится. Было у нас 12 очков. Сейчас стало всего лишь 7. Минута 14. Пробежка. Ай-яй-яй. Опускает Кирдячкина сейчас Сергей Зазулин. Меняет пробившегося Ворнакова, который пробежку допустил. Большой состав сейчас и Курцевич, и Кирдячки на площадке. А также Князюк, Печкуров. Вот он так смело сейчас сел, я имею в виду Ворнакова, рядом с Зазулиным. Я бы, учитывая то, что я сегодня видел, до этого я бы постарался куда-то пересесть. Я думаю, чтобы далеко не ходить, на атаку, может быть, вернется. Ну, может быть. А вот подбор держать надо. Мяч его очень хорошее. Давайте, давайте. Что это сейчас было? Ну как? Печкуров не завершил эту атаку. Ответное движение и трехочковая попытка была. И сам потерял гостей Дмитрий Музинский. Не сумел в руках удержать. Возвращается Ворнаков. Меняет он Печкурова. И третий тайм-аут, причем именно вперед их команда соперников. Проигрываем эту четверть, 20-21. Зазубин просто хочет быть хозяином положения в концовке, когда у Владивостока, которому точно так же нужны тайм-ауты, уже не будет возможности взять этот перерыв. В этой ситуации будет управлять тренер Самары. Есть, наверное, разница как раз в бодрости и в опыте, да? Абром сампером не зазубит. Практически в два раза. Дождался самого последнего момента. Заставил именно соперника взять тайм-аут. И теперь тоже имеет возможность там показать, организовать последние 37 секунд игры в четвертой четверти. Ну а это Никита Маргунов. Тяжело отыграть 7 очков за 37 секунд, которые остались у нас в четвертой четверти. Очень тяжело. Трехочковый Галихов мы увидели, вот когда я подумал, что там бросает Маргунов, а он сделал передачу и бросил Галихов. Еще один очень опытный игрок. Вот такая Приморья. Петр Соболин, представитель команды. Какой здесь может быть план сейчас у Приморья? Даже не знаю, поскольку с мячом, насколько я понимаю, Замара остается. Трехочковый. То есть равно полить, равно полить. Потом трехочковый. Трехки или СБА. Неожиданно Юрий Митюк вышел на паркет. До этого в трех четвертях он вообще не появлялся. Молодой игрок команды Аутака Приморья. А вот это еще одно тайм-аут. Теперь Сергей Зазулин. Да, да, да. Настроились? Подготовились? Да, да, да. Ну давайте, а мы тогда еще немного... Это чисто психология. Чистая психология, поскольку, конечно, сейчас Сандер все нарисовал, все объяснил, выпустил какое-то сочетание. Пьел тоже все сломалось. Все сломалось. Заново. Давайте перерисуем, ребята. Причем Сергей Зазулин именно рисует. То есть в предыдущем тайм-ауте то, что он рисовал, я не знаю. Сейчас он, может быть, меняет позицию. Давайте, может, по-другому. Что делает Сандер? Девочки, там суды. Наверное, на меня смотрят на грубую поддержку. А что? Он не был готов к этому тайм-ауту. Причем, если вы заметили, уважаемые телезрители, команда выходила чуть раньше Спартака Приморья. И обращало внимание судей, что там наши задержались. Сейчас они опять вышли очень рано. Опять так пристально смотрят, где там наша пятерка. У нас на паркете Гердячкин, Кладцевич, Щепкин, Книзюк и Варнаков. У соперников остается Митюк, 83-й, 32-й Зверков, 13-й Узинский. Вижу на паркете, конечно же, Столовьева. Вот перехват мяча. Удачно вел мяч в игру Алексей Щепкин. И Аксенов на паркете у Спартака Приморья. Ну вот достается Щепкину. Ну обидно, наверное, после Дмухтаймау бросить мяч сопернику. А потом еще и спалить. Извинется. Извинется Щепкин. Засуден не принимает изменений. Нет, нет, нет. Я буду продолжать критиковать. Критиковать. Тем более, что еще и получается у, тоже можно сказать, новичка в этом матче, Даниила Аксенова, реализовать это нарушение. Два из двух точно. И сразу выпускаются тяжеловески у соперников. Но по-прежнему все в руках у Самары. Плюс пять за 32 секунды до окончания четверти. Заключительные четверти. Пять очков. Пять очков. Трессинг. Трессинг. Холл. 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 Будет бросать Щепкин. Будет бросать Щепкин. Здесь никаких премудростей. Нужно забивать свои штрафные. Больше ничего не требуется. Больше ничего не требуется. Ну, кстати, довольно низкий процент сегодня реализации штрафных. Вот по итогам 3-4-7 было 67 процентов у Самары. Это не очень много. Это не очень много. Только 12 из 18. Андрей, оправдывается твое как раз пророчество о затяженном завершении. этого матча. Потому что, действительно, сейчас все начнут фалить. Причем, фалить как? Есть еще такая очень интересная вещь. У нас, если неправильный игрок фалит, то будет получаться, что он покинет пакет. Поэтому надо сейчас очень следить аккуратно. Может быть, не допускать лишнего фала. Пусть бьют. Пусть бросают. Даже трехочковый. И что вы? Не фалит, сказал он. Кричит, кричит Зазуги. Не фалит. Все правильно. Все правильно. 10 секунд у нас. Вот трехочковый бросает. Ну нет. Подбор на. Подбор на. Нет, уже нигде. Не простить, не спасти гостям. 85-79 за 3 секунды. И тридесятых секунд еще. Пол на Варнакове. Пол на Варнакове. И что, здесь уже ничего ты не придумаешь? Даже в NBA такие не отыгрываются. Ну, тем не менее, я думаю, есть тактические моменты, которые даже в таких матчах нужно отрабатывать. Поскольку на тренировках-то нет такой борьбы, да. Такой борьбы, да. Поэтому, я думаю, эти 3 секунды гости постараются использовать. Вот как-то вот свалился с левой руки мяч у Варнакова. Я не понял, как он так все это делал. Я не понял, как он так все это делал. Но здесь, наверное, все точно. 86-79. Что закончилось? Мы победили во втором матче подряд. Мы в лидерах Суперлиги. 86-79. И сразу после тяжелого матча, сложных эмоций по ходу встречи, улыбки на лицах наших ребят. Ну, не у всех. Конечно, кто-то еще очень-очень переживает. И сейчас наша команда празднует победу с преимуществом в 7 очков. Сергей Зазулин, конечно, эту победу не может комментировать без комментариев ошибок нашей команды. Конечно, есть претензии, есть, конечно, сложности. Но, с другой стороны, у нашей команды сегодня все-таки победа. И постепенно надо выплывать из тех собственных ошибок, которые мы допускаем. Потому что впереди еще очень много сложных команд. Команды, которые тоже выигрывали два матча. Команды, которые будут внимательно изучать нашу игру. Ну, и сейчас можно немножко расслабиться, отдохнуть. Кто-то из игроков окажется у нас на позиции для интервью. Поэтому есть возможность пообщаться, узнать мнение о матче, какие-то первые впечатления, что было сложное. Ну, это вот Алексей Галихов. Два брата пошли к своей семье. Друг друга еще тоже побадривают. Андрей Федоров готов побеседовать с нашим игроком. Андрей его представит. Андрей Хердячкин. Центровой баскетбольного клуба «Самара». Андрей, во-первых, с подряды. Что стало ключевым фактором сегодня? Я думаю, что мы смогли справиться более ососто caso с волнением, когда они стали четвертой четверти зоны. Мы смогли довести игру до конца полетра, Плюс парня хорошо забили, Игорь хорошо выдал отряд. Потому что подряд набрал восемь или сколько очков. Мы смогли их переломить. Плюс сыграли просто ногом тренера, и как вы думаете, получилось победить. Приятно начинать сезон с трех побед подряд, а двух из них суперлигаете. Да, конечно. Приятно и особенно выигрывать на домашней площадке. Поддержка болельщиков тоже немаловажно сыграла роль. Помогали. Надеюсь, что будет ходить больше народу, как на красные крылья, и поддерживать нас. Спасибо. С победой. Спасибо большое Андрею Федорову. Конечно же, огромное отдельное спасибо нашему капитану. Еще одному Андрею Кирдячкину, который сегодня действительно тоже старался и был настоящим лидером команды. Мы старались, мы очень много выполняли хороших действий, но сегодня были и промахи. Мы очень много проигрывали в первой половине матча на своем щите, и были проблемы у нас с тем, что мы...